В рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2015 году Чуваша заняла шестое место. Это результат внедрения стандарта развития конкуренции в регионах России. Стандарт был внедрен в 2015 году. Он предполагает реализацию потенциала развития рынков на региональном и муниципальном уровнях. Точек роста экономики, повышение качества потребительского выбора, создание условий для конкуренции, снижение административных барьеров. Государственная дума 6-го созыва завершила свою работу, но депутаты не отдыхают. Многие отправились в свои округа. Депутат от Чуваши Алена Аршинова встретилась с журналистами республиканских изданий и отчиталась о своей работе за 4 года. За 4 года Алене Аршиновой удалось внести 59 законопроектов. 14 из них касаются сферы образования. Например, благодаря законопроекту Аршиновой удалось упорядочить оплату детского сада. Теперь родители знают, за что платят они, а за что бюджет. Два года назад Алену Игоревну признали самым эффективным депутатом 6-го созыва Государственной думы и поручили ей курировать партийный проект «Детские сады детям». В первую очередь, конечно, я отслеживала госпрограмму развития образования, потому что для меня это профильная тема, потому что я являюсь заместителем председателя комитета по образованию. И, конечно, достаточно много денег у нас в рамках этого созыва мы предусматривали в бюджете именно на образование. Не давали сокращать расходы на образование, несмотря ни на какие кризисные явления. Поэтому, конечно, очень здорово, что нам удалось действительно отстоять все субсидии на детские сады. Чувашская республика получила из федерального бюджета более 1,6 млрд рублей. И действительно, при софинансировании этой программы у нас примерно 13 тысяч детей пошли именно в детские сады именно благодаря этой программе. Партийная программа «Детские сады детям» признана самой эффективной, но проблем еще много и их нужно решать, особенно в школьном образовании. Я надеюсь, что еще масштабнее у нас станет программа по школам, потому что на школы мы по прогнозам рассчитываем вложить только федеральных денег больше 2,5 трлн рублей. И это очень значительная сумма. Естественно, сейчас экономические условия несколько мешают, и старт в этой программе был несколько слабее. Построить новые школы и решить проблему трехсменки и двухсменки. Потому что, например, в Чуваше у нас есть вторая смена, и у нас у нескольких школ есть риск перехода на третью смену. Чуваша уже вошла в программу по строительству новых школ. Условия – республика получает средства, когда учебное заведение будет достроено. У нас строятся две школы по этой программе – в Комсомольском районе, в деревне Альбус-Сюрбеево и в Чебоксарах на улице Гладково. Участвуют Чуваши в программе по ремонту и реконструкции сельских спортзалов. 72 уже отремонтированы, 24 будут в 2016 году. Малые города не в полной мере участвуют в этой программе. И это касается в том числе и стадионов. Поэтому я надеюсь, что нам удастся пересмотреть условия этой программы и действительно учесть. Потому что я когда ездила по районам, говорили, что вот у нас в селах построили, а вот нам в городе нет. Обычно раньше сжаловались села, а теперь наоборот. Многие законопроекты, которые поддерживала или предлагала Алена Аршинова в Госдуме шестого созыва, были составлены на основе обращений. За четыре года таких поступило больше тысячи, как официальных, так и через социальные сети. Алена Аршинова заключила, мое мнение складывается на основании мнения жителей Чувашии. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Сергей Адушкин, Республика.